Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Как вы вообще поживаете? Прекрасно. Как ваши детки? Хорошо, растут. Вот мы как раз с вами о детках и поговорим. Да? Вы видите, как я попал? Да. Нет, ну, когда я вообще встречаюсь в воле судьбы с многодетной мамой, и я исполняюсь чувство благоговения, восторга, уважения к этому подвигу. Поэтому всякая женщина, которая носит такой титул, для меня представляется таким существом необыкновенным, перед которым, ну, если гибкость позволяет, вообще на колени надо встать, ну, как минимум, шляпу нужно снять. Потому что я очень хорошо представляю себе, что это такое. Вырос в многодетной семье, поэтому все тяготы труды по этому направлению жизни мне очень памятно и хорошо известно. Вот. И о чем же вы хотели, значит, поговорить? О детках ваших? Нет, не о детках, а о детках российских всех. Да. Известно, что сейчас меняется законодательство, связанное с усыновлением сирот. Да. Большие послабления большему количеству людей можно будет усыновлять, будет большую сумму давать денег тем, кто готов усыновлять сирот. Вот. Как, с вашей точки зрения, это поможет решить эту сложную проблему в нашей стране? Сразу нет. Тут нужно, конечно, создавать такую комплексную программу, в которой будет учтено все. Начиная от социальной рекламы, кончая определенной такой телевизионной политики. Начиная от программ в педагогических институтах и тех, кто связаны, факультеты с психологией, и далее через введение специальных предметов в школе, как главной. Потому что это есть причина, можно сказать, национальной катастрофы. Поэтому нужно выходить всем народом. А весь народ наш советский, он к этому, собственно, не готов. Мы уже с людьми, ну, как моего возраста, вряд ли что-нибудь сделаем. Хотя они тоже сильно влияют на молодые семьи. Вот. Ну, по крайней мере, новое поколение должно быть совершенно переориентированно. Вот всякая... Ну, вот, коммунистическая пропаганда, которая, ну, выгнала женщин из дома, внушили совершенно вредные мысли вот по поводу... Ну, используя слово равноправие, вот, хотя понятно, что права у любого человека юридически от них одинаковы, хоть у младенца, хоть у старика, но все-таки понятно, что младенец и старик, это два разных существа. Вот. Поэтому женщин нельзя использовать как ломовую лошадь. Вот. У нее совершенно другие перед Богом задачи. Нужно, чтобы каждый россиянин это очень глубоко осознавал. Совершенно необходимо материальную помощь государства как за тяжелый труд, который должен оплачиваться ну, не меньше, чем воспитатель. в детском саду, а в дальнейшем, когда уже переступаем за 10-летний возраст, то и как учитель в школе. И должен быть и стаж. Это каторжный труд. Полный всяких лишений. Потому что отсутствует отпуск у человека. То есть, нужно и выплачивать отпускные, и лечебные, и... в общем, каждая многодетная мать, ей, все остальное общество должно служить как главному человеку в народе. Многодетная, даже если это ее дети, или если только это усыновленная? не играет никакой роли. Чужих детей нет. Юридически усыновленный ребенок, он такой же, как ребенок рожденный, никакой разницы. У нас же его любят. Так вот, допустим, некий человек отрезает другому голову человеку. И пока подошел, он уже отрезал. Я его поймал, связал, сдал в милицию, но я не имею права назвать его преступником, потому что он подозреваемый. Пока не будет, так сказать, решения суда. Ну, чушь собачья. Вот. Сажи здесь. А здесь юридически. Вы любите юридизм, вот. Это такой же ребенок, как и остальные. Поэтому вот это всенепременно. А как ребенок должен быть вот на плечах всего государства. Этому нужно. Это гораздо важнее и таких событий, как олимпиаду, там, футбольный чемпионат, там, подготовка к будущей войне. Это самое, я считаю, что это главная национальная наша задача. Должна быть наша национальная идея. Рождение и воспитание детей. Вот. Потому что рождение без воспитания, ну, это плодит только преступников. Вот у нас колонии полны малолетняя преступность. Она не падает, к сожалению. Почему? Потому что никто не воспитывает. Ну, в колонии, конечно, я посещал неоднократно, есть элементы воспитания и есть, конечно, и обучение ребят, и отношение к ним хорошее в целом. Но все равно в детских коллективах, особенно склонных преступностях внутри возникают некие такие инфекции, которые заражают всех поступивших еще худшими нравственными болезнями, чем они обладали до того, как они туда поступили. Поэтому нужно, чтобы вот есть такое старинное русское слово презрение, которое говорит о том, что мы все время должны видеть в поле зрения своих детей. И вот каждый ребенок должен быть в таком поле зрения обязательно. Особенно тот, кто по каким-то причинам лишился. Потом еще должна быть поддержка таких матерей, которые оказались в кризисной ситуации. Беременные без мужей и так далее. Вот с этими обычно очень юными мамами должна быть очень серьезная воспитательная работа. Планомерно может быть в течение года. И психологическая, и воспитательная. Вот. И для того, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Вот. Ее нужно поддержать для того, чтобы она все-таки вызрела до мамы. Вот как недоношенную деток мы стараемся спасать, так и недоношенную маму тоже. Нужно это поддержать. Вот. А может быть даже и возыметь такую заботу о том, чтобы ее замуж выдать, чтобы была у ребенка семья и так далее. То есть этим надо полномерно заниматься, потому что как вот некоторые люди ну говорят, а что, пусть они сами. Очень многие люди от природы и от воспитания или его отсутствия, они не способны вот к нашему сложнейшему миру сразу сходу социально адаптироваться и они попадают во всякие беды. И конечно, как апостол Павел Заповедовал, сильные должны немощи немощных носить. то есть забота и интеллектуальная часть общества и тех, кто имеет власть, и тех, кто имеет деньги для того, чтобы этих людей вот тянуть вверх. Это серьезное усилие, но это сделать необходимо. Тогда, если проблем не будет решено, но, по крайней мере, мы выйдем в состояние катастрофы. Значит, начнет народ шириться, развиваться, нужно создавать новую среду, которая была в русском крестьянстве. Она все было уничтожено, а эта основа была народа. И было определенное нравственное устое, определенное порядок жизни, определенное правило игры, которое все с детства впитывали. Это все осмыслялось ими, навыки дети приобретали. В пять лет ребенок пасет сначала домашнюю птицу. С семи лет он уже ворошит сено. С девяти начинает косить. С двенадцати уже навевает стога и уже начинает пасти стадо крупного рогатого скота. И уже с этого волоса начинает и доить, и готовить пищу, и собирать в лесу коренья, ягоды, трава и так далее. А в пятнадцать лет это уже взрослый мужик, а в шестнадцать он уже в семнадцать уже женился. А к двадцати у него уже трое детей, а к тридцати семнадцать, пятнадцать детей. И тогда народ молодой, сильный, умный. А сейчас, конечно, ну что же, к тридцати годам едва-едва и может быть поженимся, да нет, я еще не готов. Это он заявляет женщину, которую он эксплуатирует, так сказать, реализуя свою уже биологическую зрелость. Ну это же просто невозможная ситуация. Вот как раз о мужчинах. Женщина, мать – это работа, профессия, можно даже сказать. А какова роль отца? Я знаю, что с вашей точки зрения в пособии на детей нужно давать не матери, а отцу. Как это можно реализовать? Это в некотором идеале. На самом деле современный отец, как правило, это старший ребенок в семье. Он, к сожалению, инфантильный. Я это говорил, однажды сказал, ну как некий идеал. Как-то задумано Богом. Ну мужчины от природы, у них IQ, высший, а не физически сильнее. И много у них есть таких особенностей. Для чего? Для того, чтобы становиться в семье главным воспитателем, кормильцем и вообще ответственным за все. Так называется голова семьи. У нас много нужных всяких членов в нашем теле, но главное это голова. все и поэтому так и называется голова семьи. должен быть этим. для этого надо еще воспитать. Я только мечтаю об этом. Лет через 20, если мы займемся опять всем народом, если нам будет мешать в об этом то, что почему-то именуется средством массовой информации, хотя никакой информации нет, а часто брехня сплошная. Например, в газете АИФ печатают всякую лабуду под фамилии путешественника как же его зовут? Мулдашева. Мулдашева. Это просто полная химия. Вот это надо совершенно исключить. А вот засоряют мозги. Почему? Ну, потому что это пользуется спросом. Пользуется спросом и табака, и наркотики. Мы не должны на этом делать деньги для газет. На Мулдашевых. На всяких астрологических прогнозах и так далее. На всяких Малаховых. Понимаете, плюс или минус. Вот. Понимаете, это нельзя. Должны быть здравые вещи. Научные, богословские, нравственные. Потому что если мы будем... Мы же портим народ. Ведь не каждый способен даже школу кончить в силу разных причин. А тут он начинает ему там Шамбала, Мулдашевы. Ну и что потом будет с головой? Как потом ему... Мы просто готовим людей, чтобы он попал в секту. Если он попадет... А каждая секта на прежде всего разрушает семью человека, чтобы его себе зафрахтовать. Это очень опасно. И человек потерян. каково ваше отношение к закону предпринятому Госдумы о запрете усыновления наших сирот американцами? Как вам кажется? Я теперь сторонник того, чтобы расширить этот закон вообще на всю иностранщику. Пусть они остаются сами со своими однополыми браками. Чтобы лесбиянки не дрались в судах за то, чтобы занять место мамы воспитания русских девочек, а педерасты, чтобы не дрались в судах, кто будет воспитывать русских мальчиков. Они еще и разводятся. Видали? Я считаю, что у нас достаточно ресурсов в народе, потому что есть люди, которые готовы усыновить не одного, а пятерых, чтобы всех детей разобрать. это пока с нами не случилось то, что в Европе, поэтому это просто отдавать на смерть. Потому что выход из этой ситуации для ребенка он практически невозможен, как если мы отдадим в семью наркоманов героинных. или отдать семью, которая торгует этими наркотиками. Понимаете, это как мне один парень, такой, принадлежащий преступному миру, он приходил на исповедь, и я говорю, ну, когда же ты вырвешься оттуда? Говорит, батюшка, за вход рубль, за выход два. Это, говорит, очень трудно. Понимаете, это просто грозит смертью моей семьи и так далее. и в общем, ну, вот я надеюсь, так давно его не видел, не много лет, но я как-то понял, что это совсем непросто вырваться. Вот, из тех систем отношений он завязан многими нитями, он во многих делах участвовал, в таких ужасных совершенно. Вот, как раз в начале девяностых годов молодой красивый парень такой, просто ему в кино надо сниматься, больше бы заработал. Вот, и вот такое горе. Ну, вот он у меня до сих пор стоит перед глазами, я не знаю, может быть, седой уже сейчас, умный парень, вот. И вот, к сожалению, вот попал туда, в этот мир. Так что, вот, очень много явлений в нашем современном пространстве, нашего бытия, они просто, ну, такие, самоубийственные. И вот, а надо не поддаваться этому, наоборот, все это стараться изжить. И только, чтобы было разумно, доброе, вечное. Вы упомянули о том, что в Европе активная мода на однополые браки, однополую любовь, но, как нам кажется, и в России существует достаточно сильное гомосексуальное лобби, которое какие-то продвигает антинародные, античеловеческие законы. Как вы видите эту ситуацию? они препятствуют законному сопротивлению. Да, да. Потому что, ну, смотри, что, совершенно такой очевидный закон, для того, чтобы не было пропаганды гомосексуализма детям. Ну, вот, давай, рассказывай, какие-то аргументы против. Нет, встают все, начиная от Алексеева и кончая Лунгиным и, я не знаю. То есть, вы тоже ощущаете, что это лобби существует? это странно, это все, права человека, мы охраняем детей. А если там через запятую пропаганда героина, пропаганда проституции, ну, что, или нет? Я не понимаю. Ну, я тоже либерал. Хотя, может, мне не все поверят, я вообще очень либеральный человек, очень, и как-то ко многим вещам абсолютно спокоен, толерантен, мне как-то я по сравнению с тем, что в нашем поле творится. Но есть же вещи как бы очевидные. Почему там слово демократия, оно становится как таким каким-то таким бейсбольной битой, что ли. То есть, если человек, ну, для нас как-то, ну, не завоеванно, но свалилось с неба право высказывать свою точку зрения. Если ты высказал свою точку зрения, я же выступаю всегда, хотя, там, надо приписывать, вот, РПЦ говорит, я же не РПЦ, я всего же бедный Дмитрий Смирнов, старый больной. Оставься меня в покое. Какой РПЦ? РПЦ 100 миллионов человек. Вот, высказываю некоторые свои мнения и все. Почему нельзя-то? Почему можно высказывать только одно, а другое? Тем более, вот, делали опрос 86% населения против как раз эти 100 миллионов человек против однополубрака. Такая чего? Ну, и я с ними оказался в большинстве. И что теперь? Из-за этого я какой-то ретрагерат, консерватор? Совершенно нет. И я просто, ну, как у меня, ну, не знаю, к радости или к сожалению кое-кого. что делать, если гомосексуализм относится к четырем видов греха, которые являются хуже смертных. Я что, должен пересмотреть учения церкви и должен говорить не то, чем у меня научил святитель Дмитрий Ростовский, который, кстати, основатель русского театра. Вот, так сказать, с какой стати ты, собственно? Почему я не могу об этом рассказывать? Почему эти высказы нужно назвать скандальными? Что-то скандального. Я что устраиваю? И скандалы. Я вообще тихий человек. У меня даже голос стал тихий последнее громче. раньше у меня гораздо громче. Вот, так сказать, все, оно ветшает. Ну, вот, к сожалению, вот какая-то презумпция правоты. и вот это, к сожалению, надо менять. Если демократия, ну, давайте поднимем ручки. Вот, в Швейцарии там какой-нибудь бумажка лежит там где-нибудь в универсале, чтобы ее подобрать, сразу плебисцит. Все швейцарские, будем поднимать бумажку или нет? По любому поводу у них начинается всяческий голосование и все. А у нас важнейшие вещи как-то пытаются как-то. Я понимаю, лобби будет, конечно, все люди нетрадиционной ориентации, они, понятное дело, им же нужно каким-то образом расширять ареал своих возможностей. Чисто технически, социально я понимаю это движение, а у меня есть движение этому сопротивляться, потому что я хочу, чтобы у моих юношей были выборы невест, а у моих девушек был выбор женихов. А так на ком жениться, если все педерасты? Тогда вообще а каждая семья? Только выбор однополая, а что будет с детьми? Сейчас же американцы провели замечательные исследования по этому поводу, что наконец-то уже есть результат. Что бывает с детьми, которые выросли в однополых семьях? Это просто катастрофа. Там они по статистике, ну на цифру у меня плохая память, гораздо больше семьях самоубийств, и по поводу их IQ, ну там просто воспитание детей в таких семьях это убийство детей, такое духовное, психологическое, нравственное, интеллектуальное, моральное и так далее. Ну зачем же это паще? И вот такая ясная вещь. Оградим детей. Нет, нельзя детей ограждать, это какой-то законный человек, что это бред, кому это надо, там. Просто это уже есть некий такой бренд, который каждый человек, который принадлежит ну определенному мнению в обществе, он должен, дескать, вот обязательно этого придерживаться. Такие лакмусовые бумажки наставили. Мне кажется, в этом нет никакой неправды и справедливости. Новый Папа Римский тоже достаточно серьезно выступает против гомосексуализма и второе, чем он отличается от его отличия по ощущениям светских людей, это то, что он очень активно говорит о том, что церковь должна быть нищей, то есть церковь для нищих. Имею в виду, что не нужно иметь для себя ничего священнику, а нужно все отдавать. Например, он людей из Аргентины посоветовал не ехать на свою интернизацию, а отдать деньги, которые они могли бы заплатить за билеты, на благотворительность. На этом фоне русская православная церковь, в которой скандал за скандалом, связанным с воровством каких-то лексусов, с тем, что человек на Гелендвагене, 27-летний, врезался куда-то, выглядит в глазах обывателя несколько неприятно, скажем так. Будут ли делаться, как вам кажется, и нужно ли сделать какие-то выводы для нашей церкви? Или вообще все обыватели неправы, это редчайшее исключение? Обыватель тут вообще ни при чем. Вы назвали два эпизода. В русском языке есть такое присловие, оно так и именуется, раз-два и обчелся. Я, когда учился в семинарии, я тогда интересовался статистикой, и вот статистика 1872 года, количество преступлений в Российской империи по сословиям, как вы думаете, какое сословие наиболее преступным было в Российской империи? Даже не представляю. Дворяне, наверное. Совершенно верно. На 100 тысяч населения количество преступлений наибольшее у дворян. Потом, у купцов, у разночинцев, меньше всего у крестьян и одно преступление на 100 тысяч человек в год духовное сословие. Куда входили не только священники, диаконы, но входили и псаломщики, и церковные сторожа, и племянники священников. Все сословие. Понимаете? Поэтому, если мы возьмем количество лексусов у журналистов и количество лексусов у священников, то у журналистов будет на порядок больше. Количество тех людей, которые, у них самоименование интеллигенции, которые задавили на народных людей, оно будет превышать на два порядка, чем это вот один единственный случай, вообще, который произошел у нас за всю историю автомобиля. Но журналисты, так как участились случаи, раздвое обчелся, это что, участились случаи, несчастный случай произошел. Зачем? Если мы его тысячекратно повторим, у людей создается впечатление, что это тысяча случаев. Просто прицепились в СМИ, да? Да не просто. Это же делается с определенной целью. Люди, которые, ведь есть люди, которые к церкви индиферентны, а есть люди, которых одно ее существование кишки переворачивает. Понимаете, вот я вспоминаю эпизод, я о нем даже уже говорил, когда мы строили колокольню у нашего храма, потому что ее снесли, потому что каждый храм подлежал, если не взрыву, то хотя бы так изуродовать, что невозможно было понять, что это был когда-то храм. В частности сносили колокольни. И вот мы делаем, я стою снизу, там смотрю, как каменщики кладут, подходит ко мне дед, седой, голубые глаза, такой красивый, очень плотненький такой. Говорит, вот батюшка, объясните мне, сколько же мы вас расстреливали, а вы опять храма восстанавливаете. Я говорю, знаешь, сколько траву не коси, она только гуще становится. На этом он развернулся и пошел. Понимаете, вот он видит, колокольню восстанавливает, он понял, что ему лет за 80 уже. Такое, видать, старый лагерный небыз сотрудник. И он видит, что дело его жизни бессмысленное. Сколько он потратил энергии, и все равно. И для многих это невыносимо. Невыносимо. Поэтому о том, что церковь у нас богата, это вообще миф. Просто. Это полная неправда. Церковь у нас ограблена. ограблена. Вот храме, где мы с вами находимся. Здесь было снесено на этой территории два здания. Компенсацию мы получили? Конечно, нет. Храм был изуродован. Мы в него вложили миллионы рублей, чтобы восстановить, расписать, собрать иконы. Более того, земля наша, принадлежащая нашему храму, есть документы. Она простиралась до железной дороги. Это все наше. Нам кто-нибудь вернул? Более того, храм, в котором мы служим здесь уже 20 лет, он нам не принадлежит. Нет? Нет. Он принадлежит государству. И дом, вот второй, он тоже принадлежит государству. Вот этот дом, в котором мы построили, он наш. Вот. есть закон о возвращении. Закон есть, я вам говорю, факт. Может быть, когда-то это и произойдет. Но это очень большие сложности, да? сложности очень большие. И так далее. И так далее. Мы сейчас существует программа 200 для Москвы, чтобы вот этим микроскопическим появлением 200 храмов немножко улучшить ситуацию. Может быть, процентов на 5. Потому что в Москве по нашему количеству населения без пререзанного кусочка нужно 3,5 тысячи церквей. Но 200-3,5 тысячи. Для того, чтобы удовлетворить спрос. Потому понятно, сколько нужно булочных, сколько нужно прачечных, сколько нужно детских поликлиник. Это все понятно. Это все считается элементарным. Нет такой возможности. Земли нет. Все уже застроено. И люди приезжают из разных регионов покупать Москве квартиры и даже не живут. Но земля. А ведь полно земли церковной, которая была отобрана. И никто и не думает даже возвращать. И в Москве 30 храмов вообще еще не действуют, потому что они заняты другими организациями, не собираются это освобождать. А государство не собирается их выкидывать. Когда выкидывали духовенство, когда рвали оклады с икон, когда их сжигали, когда расстрелили духовенство, а теперь богатая, мы чего, воруем? Или у нас какой-то бизнес? Нет. Нам приносят люди эти деньги. Для этого жертвуют нам на храм. и не только например, я вообще никогда не покупал себе даже автомобиль. Мне покупают его мои прихожане. Понимаете? Они меня одевают, они меня кормят. Мне ни о чем надо. Только служи. Только вот ты с нами возись. Вот на этом диване сколько сидело разводящихся супружеских пар. А потом уходили и благодаря Богу, что помогли им увидеть как-то разгрести этот конфликт. И они и рады. Что мы что-то от государства берем из бюджета что ли? Да. Есть ряд храмов, которые становятся из бюджета. Но это памятники всемирного значения. Такие, которых нет нигде. ну и то это всего лишь от силы 10% того, что нужно. А совсем все опять же наши прихожане на их деньги мы реставрируем то, что уничтожило государство. Если уж так пошло-то. Можно просто в суд подать и Дугагского и все присудят назад. Но просто мы не хотим выступать против своего государства. Мы хотим его так организовать, чтобы оно было справедливым, а не судиться с ним. Потому что власть представляют тоже наши граждане и наши прихожане в том числе. Потому что сильные миры сего тоже ходят в храм. Ну и в наш тоже в частности. Так что это мы должны осознавать, что и власть, и народ, но это все единое целое. Просто у каждого человека свои функции в нашей жизни. И так далее. Поэтому это те люди, которые ненавидят, во-первых, народ наш, во-вторых, церковь, во-вторых, государство. потому что если народ, церковь и государство единое, вы можете себе представить, что это будет сильней. Поэтому вот ну как, вот чтобы человека обездвижить, нужно отрезать голову, вырвать сердце, и вот будет лежать труп. Вот поэтому надо все это рассорить, чтобы балаболизировать, десакрализировать. Что власть, о, это все продажно. Да ничего подобного. И так же из церкови. Вот они все на лексусах. Ну отъедь-то от Москвы там 15 километров. Ну какие лексусы? Да вообще на всю церковь я не думаю, может пару лексусов найдется. Но я думаю, что не больше. Или скорее как подарок, да, сделанный? Только, ну, кто-то отъездил и подарил. Ну, купил новую, а что, продавать? Ну, я лучше бачки подарил. Ну, чтобы вот новый лексус, ну, это просто смешно. Просто смешно. у меня тоже был Мерседес, да, 92-го года. Да, я, у меня один прихожанин его купил, сейчас он на нем шикарная машина. Но, когда мне подарили новую машину, я думаю, ну, зачем мне? И, ну, я вот пять лет, или там четыре, отъездил на этом старом таком лимузине дизельном. Ну, удобно, мощная машина, как танк, вечная. То есть, ему сейчас уже 20 лет. Иди, ездит, и в аварии бывал, и все. Гудит, ух, так уже там рычит. Вот. Это же все, ну, от зависти, от комплекса неполноценности, вот, и от того, что вот хотим, вот, ну, ищет, 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 какой-то компромат, ну, нашли какой-то будильник. Господи, у меня тоже родчицы швейцарские. Мне посол подарил в Швейцарии, русский был посол, и когда я был у него в гостях, он мне подарил. Большое спасибо. И чего? А я каждый раз сказал, смотрю, вспоминаю. А этого чего? Дай Бог доброго здоровья, очень его люблю. Мы дружим, он ходит в наш храм. Вот. И что теперь? А посмотрим теперь, как Папа Римский, когда, если он будет выезжать за пределы страны, тогда в Аргентину он поедет. Потому что раньше до Иоанна Павла II никто же не выезжал из Папы. Он будет в бизнес-классе ехать или в конце салона рядом с туалетом. И это будет свой самолет, принадлежащий Ватикану? Или нет, это конечно нельзя. Этот самый немецкий авиакомвай Люфтганс это дорогая. А какая эти вот аэрофлота? Посмотрим. А ездить я бы на лошадь с удовольствием пересел. Обожаю ездить верхом. Проблема санэпидемстанция разрешит мне лошадь держать в Москве там рядом. Я с балкона буду спускать веревку, чтобы она там у меня на газоне паслась. А потом ездить вообще не против. Но это будет ущерб прихожанам. Им это надо, чтобы я вставал в 6 утра на свою лошадку и поскакал за 35 километров в метрофон Воронежский. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я какой приеду-то. Поэтому да, это правильный ход. На то, чтобы не тратить деньги на интернизацию, поглядеть по телевизору, это лучше. Это он молодец. То есть вообще, так сказать, вот видите, подарки. Это к моему дня рождения. Теперь мне забота это все раздавать. Круговорот воды прервать. А я представляю папу. Тем более такой обаятельный человек. замечательный человек. Ну, а потом, он-то вообще французский, он же монах. Ну, да. Понимаете? А у монаха вообще нет собственности. Потом, он же ну, как бы и заточен на бедность. специально этому обучился молодым. Для него вообще ничего не меняется. монах не монаха, а три комплекта облачений к избраню сшили. Вон они висят. И так далее. То есть, не может человек с таким статусом ходить, как францисканец в коричневом рубище, повязанной веревкой и босиком. Это нереально. И это не нужно. Но папа может, используя свой ресурс, помочь бедным. Это он может. Он один может перераспределять ресурсы таким образом, чтобы улучшить. Это да. Создать такие программы долгодействующие, может такие законы делать внутрицерковные. То же самое святейший патриарх наш делает. Вот например на юге то у нас было наводнение. Какую в крымской церковь организовала помощь? Вплоть до денежной. Причем точечно. Потому что, ну как всегда, когда бюрократия работает, какие-то прорехи. А тут на помощь церкви не досталось. сна. Более того, еще осталось деньги. Их никто не пропивает. Потому что, если выявится еще, еще дадут. И так далее. Огромную помощь. Вот такие вещи. разве про это будут писать? Ну, один раз помяну, да, и церковная организация. Вот, а волонтеры, вот, там, а сколько было церкви волонтеров? Сколько было студентов семинарий? Что, показали, что по телевизору? А там каждую биографию рассказать, посмотреть, откуда он, что за парень, вот, как они приехали, как вообще церковь. Люди церковные, что такое церковь? В церкви церковные люди, как они трудились для этого, совершенно, без всякой корысти. Те-то раздавали бюджетные деньги, а эти-то наши, свои, мы сами собрали. Большая разница. Безусловно. Ну вот. И при чем тут лексусы? Поэтому все, есть определенные лживые мифы, потому что есть мифы там допропорядочные, когда мифологизируется, допустим, история. Вот. На что нет фактов, но вот в народе осталось предание. Оно исполнено там разным таким историческим антуражем. Это все благочестиво, приемлемо, и мы на это смотрим, как на икону того давного события. А есть ложь, которая, так сказать, из года в год повторяется, и люди начинают это воспринимать как правда. Это все не так. Ну, например, миф какой-нибудь. Николай Кровавый. Ну, кратчайший был государь. Просто вот, ну, я не знаю, тишайший и кратчайший. Уж гораздо более краткий, кратчайший Алексей Михайлович. Даже и сравнить нельзя. И вот кровавый мазок, ничего не осталось. Все отшел ушел. Ну, или сейчас. Кровавый режим Путина. Ну, да. Сколько у нас в стране, вот в сегодняшний день делают анализы в крови. И у каждого кровь проступает. И вот если всю эту кровь собрать сейчас со всей страны, да это тонна будет. Кровавый режим. Везде анализ крови. Что за бред? И вот это повторяет, повторяет и уже начинает, но у отдельных людей, не у всех, как-то это действие на мозги. Наоборот все. Вот это мифы злокачественные. И это их создают, транслируют, повторяют люди определенным образом, которые хотят разъединить тело народа. Для того, чтобы ну, это уже мы проходили. Если бы не было с 17 года, я, может быть, был в первых рядах. Но я-то знаю, чем это кончается. И, кстати, для них же самих. Вот существует вирус, он меня убивает, убил. Ну, ему придется умереть вместе со мной. Ты живешь там в теле. Поэтому все самоубийство, это все адское самовозбуждение, самоуничтожение, самоеды какие. Вместо того, чтобы укреплять и церковь, и густарь. смотришь, русские люди, светло-русые, с серыми глазами, и начинают хаять. Кого хаять? Свою церковь. Сам крещеный. Отец, мать у тебя крещеный. Дед, бабка у тебя из церкви не выходили. Прадед твой храм строил. А ты это же свое, на могилах своих предков, аж там князя великого Красное Солнышко, ты плюешь. А чему ты поклоняешься? Леди Гага, которая ноет в микрофон. Совсем с ума сошла? И если позволите, последний вопрос. Касается он воцерковления наших несчастных граждан, которые 70 лет жили без церкви и с большим трудом. То есть для многих это мода принести ребенка покрестить, но в храм они не ходят. Правильно ли например идея, чтобы перед тем, как крестить ребенка, люди проходили какой-то курс минимальный, ну как бы как воскресная школа только для взрослых. Нужны ли в школе уроки православия или достаточно того нового курса основ религии, которые сейчас ввели? Что нужно делать? Нужны или не нужны? Это под задачу. Так. Если спросить у меня, мне нужны, потому что я хочу, чтобы мой народ, которому я принадлежу, которому я сострадаю, чтобы он не шел путем, которым идет Европа. Хочу, чтобы народ был славный, сильный и умный. и добрый. Поэтому для этого другого пути просто нет. Поэтому я, конечно, стараюсь. Но я тоже понимаю, что люди-то все советские, которые решения приняли, им это еще трудно. Вот. Они не приучены еще. А у нас ведь школа одна женская, а женщины они в этом смысле очень консервативны. А потом насчет моды на церковь. Ну, ради моды можно сходить в магазин и купить юбку другой длины. Но ради моды 4 часа в храме отстоять. Это из них не получится. Головка закрошится. Поэтому церкви переполнены, но не за моды. Понимаете? То есть идет все-таки процесс возвращения народов в лондон. Да, разумеется. Но вот поймите. Вот у нас за последние 20 лет восстановлено нам уже 800 монастырей. Сколько у нас в России после 70 лет безбожия нашлось молодых людей, мальчиков и девочек, которые захотели все оставить в миру и уйти в монастырь молиться Богу. Никогда ни в одной стране мира ни в какой период истории такого не было. чисто статистически вот они. И это же не просто вот модно стало, джинсы обмотала длинным платком, чтобы напоминала юбку и пошла в церковь. Люди в монастырь идут, идут на пост, идут на молитву, отказываются от семьи, от собственности. Серьезнейший шаг. И вот они, вот они. Теперь у нас в Москве только шесть монастырей. Вот в Москве там все бурлит, чего тут только нет. Начиная от публичных домов и кончая гей-клубами. Стадионы там все орут либо дерутся из-за кто 2.0, кто 2.1, либо устраивают какие-то рок-концерты. И в этом же аду идут люди в старых, огражденных от мира стен, ведут нашу жизнь, за все это беснущиеся публику Богу, молятся, соблюдают устав древний, которому сотни лет. Вот она. Какая мода? Ну-ка из-за моды давайте пойдем в какой-то показ мод. Возьмем каких-то девчонок длинноногих. Ну, девчонки, пойдем теперь в монастырь. Сейчас мы вас пострижем. Ну и что? Им же нет мода. У них мода на другое. На тощие плечи и так далее. Фигурка, вешалка. Вот что модно-то. А это совсем нет. Это внутренние потребности. Не всех, но их много. Ни в одной стране мира нет такого желания идти в монастырь. Нету. это у русских только. Только у русских. Хотя понятно среди русских всякие встречаются. И якуты, и башкиры, и татары. Среди нас русских очень много народностей всяких. В монастыре можешь увидеть разных. Ну вот это есть. Поэтому опять это миф. Но ложный. почему? Чтобы не ходил чиновник в церковь, они будут его грязи поливать. Ты подсвечник, ты перекрасился. Ну а что оставаться быть коммунистом что ли? Если он ну как бы все понял. Очень многие люди на испыть до сих пор приходят и каются в том, что был коммунистом, теперь прозрел. и что ему теперь? Нет, ты перекрасился. Но если ты был весь насквозь черный, а стал белым, разве это плохая перекраска? Ты в квартире делаешь ремонт, потолки у тебя черные, а потом белые. Так а почему из души этот процесс называется покаяние? мифы. вот эти все мифы, они может кем-то и создаются, но транслируются, к сожалению, журналистским сообществом, которое по статистике, не по нашей, американской, самое безбожное. Наименьшее количество верующих людей среди журналистов в Америке. Вот у нас в Америке их, по-моему, всего 18%. Хотя во всем остальном населении, вот у нас 84% верующих среди населения, 76% среди военных, но все равно это зашкаливает даже за рейтинг президента. Вот, но вот малая часть журналистов, они вот это создают, потому что им это все наше христианство, оно не очень по душе. Ну, вот, к сожалению, их активность производит у некоторых такое впечатление, что это прям вот все говорят, три газеты, а это значит три журналиста одно и то же написали, и вот все говорят, кто все-то? Все даже ничего и не знают. Хорошо, спасибо большое отец Дмитриев. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! for�пись! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!